Девушки отдыхают Год спустя А меня посадили назад Рядом с Джошем Вот и все Бум Эффект бабочки Гора будто с каждым годом становится выше Правда? Как ты не замечал? Джош Брат Ханны и Бет Сложный, заботливый, преданный Итак, мы играем в игру Дожить до рассвета И это вторая глава Ты здесь вырос Тебе она должна казаться меньше Да, пожалуй Вы бы тут хоть сотовую вышку поставили Телефон вообще не ловит Если у тебя есть лишний миллион Тогда мигом устрою Да, конечно, сейчас Оставил в другой куртке Упс Ребят Нормально добрались? Да Ну В общем и целом Я рада тебя видеть А с ним что? Все, идем в дом Хватит сидеть Крис Загадочный дом семьи Вашингтон Ну так что, будем веселиться? Конечно Сплетни и беспокойства У тебя все нормально Так Давай сплетничать не будем Давай просто узнаем Отлично Вот зараза Что, примерз? Ну да Другого входа нет? Их здесь миллион, но все заперты Что, здесь нет ни одного окна, которое можно, ну, типа, поддеть? Не понял, ты предлагаешь вломиться? Ха, да ладно, какой же это взлом, если ты хозяин? Эй, я могу и полицию вызвать Эм, да шучу я, взломчик Здесь так странно, как хорошо, что мы вернулись Давай-ка осмотримся, есть тут что-нибудь вокруг или нет? Ну-ка, пошли Пошли, пошли Или в дом сразу ломанем А, ну в дом мы же зайти не можем Давай сюда, значит, надо Эшли сегодня потрясно выглядят, да? Вот уж точно в тихом омуте черти водятся А с виду тихоня Да, я бы совсем не прочь покувыркаться с ней в снегу Эй Давай не будет Ну, если ты не возьмешь дело в свои руки Тот же Майк тебя передит Слышь, отцепился бы ты от меня Я так, проверяю, что у тебя там все в рабочем состоянии Ну да Послушай, ну оглянись, посмотри, какая красота И здесь нет родителей Что может быть романтичнее, чем эта прекрасная обстановка, сулящая любовные приключения? Ты и Эшли наконец-то наедине Ты все подготовил Ты был настоящим джентльменом И теперь она от тебя не уйдет Так, согласимся Ты охотник, братан Бесстрашный, беспощадный Все, ей никуда не деться Ладно, ладно, я понял Ясно Ладно, это понятно Вы давайте ищите вход уже в дом Ходят, трындят только Вот именно Вот на стене топор Бери топор, руби хардкор Нету топора Как там же был топор Странно Кобура для топора найдена Вон же А, или это просто Понятно Короче, нет топора Черт, телефон почти сел Пришлось отключить GPS Так, так, так Да ты у нас голова Хвалю Куда ты хочешь его? Давай еще подвинем Может хватит? Можно залезть Давай, залезай Аккуратно Нифига себе шлепнулся Вообще Как-то неуклюже Все получается Вот тебе и света нету Понял Это я сделал? Да нет, вряд ли Вот Держи Стой, Крис У меня есть крутая идея Да? Сто пудов Что за идея? Так, значит В какой-нибудь из ванных комнат Наверняка есть дезодорант Попробуй-ка его Поджечь Я что-то не понял Зачем мне его жечь? Он пшикает Это спрей Пшикает А, да Теперь понял Огнемет Мы так в солдатики играли Ага И расплавили Короче, направь спрей на зажигалку И Пш И замок оттает Точно Ладно, ты понял Мне тут надо кое-что сделать Готов немного поохотиться в темноте? Нет, ну придется Бог, в помощь, пилигрим А что бы вдвоем не залезть Да поискать Такой свисток взял Ушел просто Так, ладно Нам нужен дезодорант Вопрос, где его взять? Будем искать Это где-то надо Или в ванну Или в туалет зайти Может там освежитель какой-то будет Ну-ка, зайди-ка Что-то лежит вон А что не прочитал-то? Ну-ка, еще раз возьми Но Найдена улика 5 июня 1997 год Альберто Бьюгл Бывший уборщик Осужденный за поджог Клянется отомстить Семьей Киномагната Чарли Скотт Специальный корреспондент Виктор Милгрим 52 года Вчера был осужден На 16 лет Тюремного заключения За поджог В Бэквуд Пайнс Милгрим 28 лет Проработал уборщиком В старом горном отеле Однако Когда данное имущество Приобрел В собственность Голливудский продюсер Боб Вашингтон Милгрима уволили Судебный процесс Закончился сенсацией После объявления Приговора Разъяренный Милгрим Стал выкрикивать Оскорбление В адрес беременной Жены Вашингтона Мелинды Назвав ее Назвав ее Вот так Да Он поклялся Отомстить Я всех вас достану И твоего мужа И детей Все получат Заявил В общем Обматерил Там как мог Было видно Что Мелинда С трудом Сохраняет Самообладание В ходе Слушания После Она заявила Что ее Расстроили Угрозы Милгрима Но при этом Она уверена Что судебная система Защитит ее И ее Семью На 16 лет В общем За поджог Продолжаем искать Дизик надо найти Где у нас дезодорант Быстрее Сюда Куда В эту комнату Зайди А подожди Мы вот здесь Еще не посмотрели Мне кажется Давай обойдем Вот Что-то лежит Бабочку Сейчас найдем Ну-ка Ай-яй-яй-яй Давай с дизиком Не будем Тотем утраты С дизиком Не будем играть Но нам надо Открыть замок Иначе он никак Не отогреется А что там У нас получается Это какая бабочка То была Утрата Тотем утраты Мы уже 3 собрали Таких Тотема Все Заходим Так Кто здесь Есть Или никого Тут нет Ну дом Пустой Как бы Никого Вроде не должно Быть Подожди Там картину Сейчас посмотрим Мне показалось Вот здесь Что-то есть Дверь Но он не хочет С ней Взаимодействовать Идем дальше Найдена улика Семейный портрет Вот две девчонки Получается Которые погибли В тех сериях Ребята В первой серии В начале В самом Погоди А че дверь закрылась Кто-то есть Может быть Все-таки Здесь Неужели Я тут не один Выходим Дверь была Открыта И вдруг Она неожиданно Закрылась Как так По идее Никого Не должно быть Никого Здесь нет Никого Тут нет Давай Идем дальше Ну-ка Вот так Подойди Подойди Посмотри Несколько Подушек И все Больше ничего Тут нету Все Можем идти Оп-оп Закрыто Вон они стоят Надо здесь Найти Дизик И этот замок Разморозить Крис Как смешно Как ты узнала Что это я А может быть Все-таки Ты откроешь Нам дверь Сейчас Как же он Откроет Это если Дизик Еще не Нашли Ну-ка Вот сюда Зайдем А это Что О Можем Телек Посмотреть Ну Включай Давай Не работает Так Давай Найдем Все-таки Этот Дезодорант А с чего Этот чувак Взял Вообще Что Кто-то Тут Дезодорантом Может Пользоваться Может Вообще Кто-то Не Не Использует Дизик Надо Найти Ванную Комнату Так Подожди Вот тут Дверь Какая-то Может Эти Двери Смогут Открыться Нет Заперто Так И куда мы пойдем Можно наверх Сходить Можно сюда Сходить Давай внизу Походим Еще Ну Иди Побыстрее Как Как ходить Быстро Кстати Похоже Похоже Никак Так Давай Наберем Кому-нибудь Здравствуйте Миссис Вашингтон Это Снова Сержант Тейт Боюсь У меня Плохие Новости Мы Проверили Его Досье Сделать Ничего Невозможно Он На Свободе У нас Нет Законных Оснований Ограничивать Его Перемещение Я Знаю Это Не то Что Вы Хотели Услышать Но Если Что Звоните Так Его Выпустили Получается Так И он Снова Пришел Сюда Напоминаю Что прошел Год После Тех Событий Когда Был Этот Поджог Я Так Понимаю А Что Здесь А Вот Туда Надо Идти Все Идем Вот Сюда О Я Испугался Вот Здесь Фотка Стоит Как Будто Башка Чья То Ну К Фотографию Посмотрим Готовы К выпускному Ханна Сэм Майк Эмили Подожди Мы ее Не посмотрели Вот Ладно Идем Дальше Уходи Побыстрее Че он такой Медленный Все Боится У него Зажигалка Есть Света Достаточно Чтобы Перемещаться Мы по кругу Обошли Так А вот Здесь Или лестница Или что Это Так Вниз Похоже Идем А Оно Нам Надо Вниз Нам Надо Найти Вообще Ванную Комнату Я думаю Это Надо Наверное На второй Этаж Все-таки На второй Этаж Ну давай Осмотримся Все равно Здесь Ничего Тут Нет Полезного Для нас Вот Вот еще Дверь Какая-то Ну-ка Синема А здесь Киношку Можно Посмотреть Закрыто Ладно Ладно Пошли Наверх На втором Этаже По-любому Есть Ванная Комната А Стоп Мы здесь Проходили Мы Теперь По той Стороне Пройдем Может быть Что-то Найдем Ничего Так Ну ладно Пошли на второй Ну Дом Большой Прям Огромный Здесь Можно Поместиться Толпой Целой Вот Они Приехали Сюда Отдохнуть Все Осмотрели Вроде Так Все Прям Уже Даже Первый Этаж Весь Не попали Только В комнату С Кинофильмами Так А здесь Что И где Комнаты Мне надо Ванную Найти Во Вот здесь По-любому Есть Дизик Чувствую Я Что Как раз Дверь Для нас Открыта Маска Какая-то Страшная Стоит Вот так В темноте Встанешь Ночью Пописать И заодно И покакаешь Так Заходи Вот Здесь Открыто Значит Нам Сюда Все Точно Ванная Комната Огромная Джакузи Стоит Посреди Нее А где Дизики Еще Трещит Что-то Непонятно От ветра Что ли Во Вот здесь Во Забирай Ай Это Еще Что Так Жесть Откуда Собака Взялась Почему Почему Не Предупредили Что Собака Здесь Была Мы Уже Булки Все Отморозили Сейчас Открою Ребята Заходите Все Благодарю Благодарю Я буду Здесь Всю Неделю А Черт Черт Опять Это Дверь А кто Это Все Нормально Это Медведь Или Тигр Или О Да Это Просто Миленький Малыш Росомахи Малыш Росомахи Ничего Дружок Скоро Ты Вырастешь И как Он Там Оказался Если Никого В доме Не Было Вообще Ему Жрать Там Тупо Нечего Было Я бы Не Назвал Его Милым О Мамочки Как Хорошо Быть Под Крышей Хотя Тут Тоже Очень Холодно Я Разведу Огонь Все На Прежних Местах Тут Никого Не Было А Как же Полицейские Сюда Мало Кто Приезжает Как Дела Тусовщики Привет Привет Ага Этот Вспоминает Как Он Обнимал Е Его Девушку Забыл Я Как Зовут Ее Мэтт Дом Вашингтон 2228 Не Подходи К А Вот Эмили Ее Зовут Я Видел Тебя Тебя Сэмили Давай Что Вы Сэмили Делали На Тропе Что Я Видел Вас В Телескоп И Что Мы Давно Не Виделись Моя Моя Девушка Нефиг Обнимать Понял Так Недоверие Смотри У меня Майк Извинение Я Перегнул Палку Давай Ка Смотри У меня Понял Ладно Будем Считать Что Так Оно И Было Знаешь Что Можешь Думать Что Хочешь Твое Право Смотри Мне Майк А Где Сама Эмили Вот Она Идет О Господи Это Так Пошло Ты Пытаешься Всосать Его Лицо Эмми Ну Правда Ты Посмотри Как Она Старается Расслабься Милая Никому Твой Майк Не Нужен Прошу Прощения Ты Что Ты Что Не Расслышала Уши Заложила А Ты Похоже Страдаешь Что Не Прошла Отбор Да Твой Красавчик Только Телок Выбирает И ты Корова С Вот Так Примирение Либо Провокация Провокация Зря Ты Так Джесс Не Давай Давай Ладно Примирим Их Нафиг Нам И так Разборки Нормально Приехали Отдыхать Приехали Че Сказала Только Ты Имеешь Право Затыкать Ему Рот Он Твоя Личная Игрушка Ну Ты Сука Ну И что Мне Вообще Насрать Что Ты Думаешь Я Хоть Умею Думать У меня Высший Бал На выпуске Мне Не Придется Как Тебе Ноги Всю Жизнь Раздвигать Да А на Кое Мне сдались Твои Оценки Когда Природа Одарила По Полный Да Вы Че Блин Эмили Хватит Что За Бред Нашли Из-за Чего Так Ссориться Вот Именно Хватит Мы Не За Этим Сюда Приехали Это Очень Плохо Не То Чего Я Хотел Так Если Мы Десять Минут Не Можем Провести Бессор Может Устроим Перерыв Майк Почему Бо Вам С Джесс Не Заглянуть В Гостевую Хижину Да Хорошо Пройдемся Лишь бы Подальше От нее По Тропинке Прямо От Женщины Да Ну Устроили Тут Ну Что Джош Разведем Огонь Где Моя Сумка Сумка Маленькая Сумочка Ну С Розовым На Родо Драйв Купила Мэт Ты Меня Слышишь Ну Ты Что Не Помнишь Рядом С Магазином Итальянской Обуви Где Я Взяла Шпильки А Ты Свалил Вешалку Заглядевшись На Девицу За Прилавком Она Просто Спросила Про Надпись На Футболке Конечно Насрать Ей Было На Твою Дизайнерскую Футболку Да Что Ты Прицепилась Найди Мою Сумку Господи Эмми Ты Могла Просто Давай Там Огонь Разжигает Жон Сидит Помоги Ему Кого Искать Сумочку Не надо Тебе сумочку Эту Сейчас Ладно Идем Пошли Искать Где Будем Искать Нормально Сразу В ванну Пошла Только Приехала Уже Все Купаться Сразу Экскурсия Секскурсия Тоже Неплохо А далеко Тащиться До этой Вашей Хижины Эта Хижина Будет Самым Уютным И Романтическим Любовным Гнездышком В твоей Жизни Еще Б До нее Дойти Ну Надо же Верить В удачу Ну Может Быть Она Тебе И Улыбнется Эй Парнозвезды Вы Забыли Это Парнозвезды Я бы Позырил Как пошло Простите Что выставил Вас Да забей Ну Я думаю Вы там найдете Чем заняться Ну И ты там Не скучай О Чуть не забыл Вам нужно Завести генератор Чтобы осветить Дорогу Там темнота А Я понял Фонарик есть А Джонни Со мной Заигрывает Отлично Возьмем Его С собой Ты серьезно Что Нет Поперлись В хижину Ну А где Этот генератор То надо Генератор Значит Заводить Идти Так Только хотел Предложить Так Ну Ка Держи Нормально Во Все Пофоткались Идем Дальше Так Ты бы Еще Оделась Так Потепле Хотя Б В летней Курточке Вышло Эмили Эмили просто Дура Если считает Что может Вмешиваться В наши С тобой Отношения Хорошо Бы Эта Сучка Пошла За нами Шпионить И ее Сожрал Медведь Эмили Просто Стерва Несогласие Так Да Она Не подарок Но Ты бы С ней Помягче Она Просто Еще не Отошла От разрыва Алло Это не Моя Проблема И уже Не твоя Так Согласие Либо Защита Ага Пошла бы Она Это Эмили Оставь Эмили Че Она Докопалась Да Эмили Нет Нет Конечно Я к тому Что Зачем Добивать Лежачего А Вот Я бы Лучше Прилег С тобой Ну как Как тебе Шутка С тобой Прилег Ну да Тогда пусть Лежит И не выступает Вот что Я скажу Так Мне кажется Я вот здесь Что-то Прошел Дай-ка Вернусь Вот Надпись За этой частной собственности Никто не следит Особо Частная собственность Поместье Вашингтонов Так Окей Идем вперед Ну давайте Ребята Шевелите Чешками Ну холодно На улице Еле идут Реально Так Так Здесь Что Нажимай Включить Генератор Пошли включать Оп Там что-то есть Подожди Подсказка Майк Майк Генератор Ну ладно Бабочка Ну-ка Разверни Это Смерть Черная Бабочка Тотем Опасности Не показалось Там Как будто Чтобы клоун Майк Может Раскочегаришь Уже Генератор И пойдем Дальше Давай Давай Включаем Генератор Заводи Ай Вот Вот Чувачок Стоит Какой-то Даже Он Его Не увидел Ну-ка Еще раз Зайди Посмотри Маньячела Там За окном Все Пошли Заходим Сезам А ну Откройся Неплохо Да Сейчас вам будет Неплохо Ребята Ты бы Ты бы так далеко От него Не отходила Я говорю Вот Вообще Они Бесстрашные Просто Бесстраш Бесстрашные 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 люди Так Подожди Надо Осматриваться Может быть Что-то есть Кругом А Рядышком Может быть Лежать Что-то Нужное Интересное Не Далеко Так-то До хижины Он Сказал Вроде Вот Тут Рядышком Идите Пока В хижину Уважительно Надеюсь Они Обрели Покой Спросить Что ты Помнишь Давай Спросим Я вот Прекрасно Помню Как Мы В тот Раз Устроили Тупой Дебильный Розыгрыш Который Стоил Ханни И Бет Жизнь Эй Стой Кто же Мог Знать Что Что Они В лес Рванут Да Кто Мог Предположить Что Они Сделают Такую Глупость Ну Взяла Убежала В тот Раз И Все Ладно Идем Вперед Хижина На самом Верху Это Еще Что Опять Тот Зверь Что Ли Так Давай Быстрее Надо Дойти До Хижины Да Обратно Валить Вау Ты Че Там Так То Высоко Вообще Нормально Ага Осторожность Толкай тележку Геройство Я спрыгну Ну Давай Будем Героем Че Тележку Толкать Давай Спрыгнем Сейчас Толкну Давай Быстрее Толкай Сильнее Толкай Ну Давай Вдвоем Столкнем По-любому Так Идем Дальше Получается Проход Был Завален Там Да Мы В хижину Не смогли Попасть Пришлось Идти Ой Че это такое Почему она поехала Охренеть О господи Ты живой? Кто Толкнул ее? Да Все Нормально Ну Ребята Сейчас Вам Тут Похоже Не Поздоровиться Честно Говоря У меня От этого Места Мурашки Не могу Сказать Что Это Приятное Чувство Может Тебя Обнять Поддержать Подождим Туда Наверх Или Сходим Посмотрим Откуда Она Выкатилась Давай Пройдем А Тут Завал Во Не зря Мы сюда Пошли Давай Посмотрим Бабочку Покажите Нам Вот Это Как раз Ее Показывают Она Лежит Где-то На рельсах По-моему Там Была Да Стоп А это Тотем Удачи По-моему Ну Ко Дай-ка Глянем Тотем Удачи Точно Так что Она Может Еще Спастись В принципе Пошли Вот Сюда Наверх Надо И Мы Может Быть Как раз К хижине И выйдем Пойдем Пойдем Побыстрее Нет Пока Что К хижине Мы Не Вышли Давай Будем Осматриваться Что Здесь Есть Интересного Вот Окурок Свежий Кто-то Курил Здесь Только Что Ну Недавно По крайней Мере На стене Что-то Висит Улика Мистический Символ Индейское Черепное Рогатый Точно Похоже На какой-то Алтарь Алтарь Для кого Ну все Похоже Больше ничего Пошли дальше Отойди Подвинься Стала На дороге Тут Так Идем Как же Так Ужас Хреново Здесь Техника Безопасности Я думаю Пора Валить Пора Валить Конечно Хорошая Мысль Валите Отсюда Нефиг Тут Ходить Подожди Вот тут Тут Что-то Найдена Улика Карта Шахт Да Забрели Бесстрашные Ребята Наконец Хоть какая-то Надежда Все Вышли на улицу Нам повезет Наверное А может быть И нет Куда Идем Где Эта Хижина Фиг Пойми Вообще Так Можно Туда А вон там Что-то Лежит Еще Один Тотем Ай Тотем Утраты То есть Она Может Еще Шлепнуться Ладно Идем Ну-ка Сюда Подойдем Нет Нет Здесь Ничего А вот Надпись Какая-то Кабин Кабин Что такое Кабин Кабинка Какая-то Или это Хижина Типа Не знаю Как оно Переводится Типа Небо Небо Поглядим На Хижину Что Что там Возле Хижины Кто-то Есть Ну-ка Посмотри Где Где она Увидела Там Никого Нет Ну-ка Подожди Еще Посмотри А вот Смотри Табличка Какая-то Давай Почитаем Далеко Не Отходи А что Такое Тут Предупреждение Что Здесь Водятся Бурые Медведи О Майкл У меня Есть Крутая Идея Ну Обнимем Медведя Обнимешь Сейчас Ты Медведя Пойдем Джесс Ты Что Обалдела Так Blackwood Spines Обитатели Горы И Прилегающих Территорий Макинзийский Равнинный Волк Этот Легендарный Могучий Хищник Нападает На Оленей Карибу И Любых Раненых Животных В Провинции Альберта Отстрел Волков И Их Ловля В Капканы Запрещены В частных Владениях Спешим Вас Обрадовать Здесь В Blackwood Пайнс Численность Волков Строго Контролируется Гризли Склонен К поеданию Падали Но в принципе Не откажется От любой пищи В его рацион Входит рыба Лосось Форель Окунь И поэтому Его часто Можно встретить На берегу реки Или горного Ручья Гризли Очень опасны Однако Сами На людей Нападают Редко Вапити Скалистый Гор Эти Великолепные Олени Живут В этих краях Уже Несколько Тысяч лет Обычно Они Довольно Смирные Но каждый Альфа Самец Яростно Защищает Свой гарем И это Часто Приводит К жестоким Стычкам С чужаками Все Предупреждение Почитали Дай-ка я еще раз Гляну Я там Никого не увидел Ну то что Свет горит Она наверное Поэтому подумала Что там Кто-то есть Ну по факту Никого нету А куда теперь Идти то Ну-ка Давай Вернемся Так Или там Был ход Справа Ну-ка Давай Отойди Отойди Не мешайся Дай мне Дорогу найти Подожди А вот же Дорога Показана Стрелочка Вот Вот сюда же надо Да Все понятно Открывай И будем Заходить Идем К хижине Но там Типа кто-то Есть И нас Кто-то Там ждет Походу Хоть бы С собой Взял Потяжелее Что-нибудь Я не знаю Пошел с фонариком С одним Идем Идем И все так Медленно Что-то они делают Надо быстрее здесь Бегать По лесу Поэтому Раз 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 Быстренько Пробежали Все Вон Олень Напугала Птица Аккуратней Дурачок Так Раздражение Крыс С крыльями Остроумие Я просто Флиртовал Так Раздражение Ладно Пускай Чуть-чуть Раздражается С крыльями А то слишком Спокойные они Пусть Немножко Пораздражаются Так Идем Речка Реченька Речушка Мы через нее Сейчас перейдем Дальше Дальше Где-то Это хижина Уже Близко Погуляем Погуляем По лесу Хижина Что б тебя Джош Не мог Хотя бы Дорогу Для гостей Слегка Расчистить Брось Что Не знала Что ты Из тех Для кого Стакан Всегда Наполовину Пуст Что я Такого Сказал Ну-ка Отойди Нытик Видал Как раз И все И залезло Что тут Дорогу То искать Очищать Получил Снежок А где Она Она Уже Ушла Куда Ты Там Прыгнула Быстрее За ней А если Ее Утащил Кто-нибудь Дом Вашингтонов 22 44 Да ладно Даже Вода Есть Наверное Сумеет Так Давай Еще Посмотрим Может Что-то Здесь Есть Интересное Ничего Но В холодной Воде Нет Смысла Купаться А мы Когда ходили Здесь Была Открыта Дверь В тот раз О Бабочек Много На стене Целых Две Что Лежит Вещи Ханны Давай Посмотрим Найдена Улика Визитка Тату Салона 18 Марта 2013 Салона Подожди Возьми Еще раз Почитаем Йохан Йохан Смит Художник Татуировщик В общем Адрес Адрес Это Тату Салона Идем Дальше Дорогая Ханна Я буду Счастлив Если Ты Придешь На мою Крутую Вечеринку В 19.00 В Касса Де Майк В моем Доме Так Все Это Было Приглашение Вон Внизу Что-то Лежит Найдена Улика Тест На Совместимость В основном Ответы Ой-ой-ой Ничего У тебя С ним Не Выйдет Он Бесшабашный Гуляка А ты Сидишь Дома Занимаешься Вышивкой И Отрабатываешь Соль Минор На Фортепиано Выкинь Эту Идею Из Головы Либо Отчебуть Что-нибудь Реально Дикое Сбеги Из Дома Или Сделай Себе Татуировку Или Еще Что-нибудь В таком Духе Что Угодно Лишь Бы Привлечь Его Внимание Ведь Это Все Ради Любви Верно Так Что Давай Не Раздумывай Вот Наверное Оттуда У нее И Визитка Это В тату Салон Она Решила Татуху Сделать Так Идем Дальше Здесь Посмотрели Тут Тут Не Посмотрели Ну-ка Давай Открывай С Рождеством 2010 Сестренка С Любовью Джош Там Украшения Бирюльки Всякие Ладно Это Понятно Выходим Хотя Вот Сюда Можно Еще Подойти Ханна Джош И Бет Вы Приглашены К Сэм На Вечеринку В честь Хэллоуина 31 Октября 2013 Красивое Платье Строго Обязательно Ладно Пошарились Маленько По комнате Можно Идти Дальше А вообще Надо Помочь Ему Камин Разжечь А он Свою Очередь Возьмет Да и Воду Воду Горячую Включит Заходи Ну-ка Спускаемся Так вот Я почти Уверен Что Где-то В этом Безумном Доме Завалялась Гадальная Доска Чего? Вау Гадальная Доска? Да ерунда Это все Так Для хух А вот и нет Братан Мы часто Вызывали Я и Ну Эй Джош Отсутствие Горячей воды Это очень Большой Прокол Да Да Нужно Просто Бойлер Включить Внизу В подвале Ладно Вы пока Поищите Гадальную Доску Крис Пошли искать Пороемся В разных Сокровищах Так А бойлером Кто займется Ладно Давай Класс Вы не пожалеете Пойдешь за компанию Пойдем Бойлер Включать Пока Все нормально Все живы Здоровы Все хорошо Там Те ребята В хижине Вернутся Наверное Живыми Будем Будем надеяться На счастливый Конец Потусуем Вечеринка Пройдет Так они Думают Да Но не тут То было Крису Пора действовать Так Лезьте Они Так Мило Смотрятся Вместе Ну Давай Ладно Пускай Такая Сладкая Парочка Скорей бы Они уже Решились Наконец Да Я тебе говорю Им просто Нужен Какой-то Толчок Какое-нибудь Жуткое Событие Чтобы они Сблизились А то К тому времени Как Крис Соберется С духом Мы все Уже Посидеем От старости Пойдем 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 Знаешь Да Что Джош Я Хотел Сказать Что Для меня Очень важно Что все Снова Приехали В этом Году И Что Ты Приехала Сам Тревога Либо Поддержка Стремно Сюда Возвращаться Так Поддержка Мы с тобой Давай поддержим Ладно Потому что Он переживает Мы с тобой Если тебе Что-то Нужно Просто Скажи Мы Со всем Справимся Вместе Я хочу Чтобы Всем Понравилось А вообще Хорош Болтать Включай Бойлер Уже Все Таки Ей Надо Искупаться Огромный Дом И Большой Подвал Пришлось Затащить Тебя В самые Недра Лишь Бо В конечном Итоге Была Горячая Вода Ну Я К тому Что Одной Тебе Сюда Ходить Не Стоит Ясно Да Уж Здесь Жутковато Ага Сюда Не Стоит Ходить Одной Бит Бита До того Сейчас Ребята Кто-то Придет К вам Ай Подожди Да 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 Сейчас Нужно Видеть Что Я Делаю Сейчас Я Аккуратно Подожди Я Свищу Свищу Так Ты Нажимай Что-нибудь Что ты Делаешь Что Там Отлично Так Первым Делом Нужно Увеличить Давление Воды А потом Можно Включать Бойлер Звучит Очень На самом Деле Это Проще Простого Все Я Включаю Все Можно Включать Да Не Так А Давление Увеличилось Я Просто Не Успел Нажать Все Понял Давай Поворачивай А почему Он Не Сделал Этого А Ну Давай 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 Че Че Надо Я Кручу Все О Сейчас Давление Поднимется На кнопку Сразу Нажмем Давай Поехали Все Запустили Молодец Молодец Ура Можно мы с ики Ой Я не нажал Ну ладно Ничего страшного Че Не дам Тебе Пять Что за Фигня Это Может Быть Все Что Угодно Но Ничего Хорошего Я Просто Я Просто Тебя Погнал А Ты Реально Испугалась Так Возражение Мне не было Страшно Розыгрыш У тебя Что-то За спиной Давай Разыграем Настойчивость Издевательства Есть Нет Серьезно Давай Настойчиво Джош Серьезно Там что-то Есть Попался Очко в твою пользу 30-0 30-0 Погоди А первое Это очко Откуда Счет не с 30 Нет С 15 Но Я Больше По настольному Теннису Так Ты ведь Это тоже Слышишь Джош Да Слышит Какой-то Ровный Ритм Это Это Как-то Очень Странно Тревога Нам надо Пойти проверить Геройство Я пойду Посмотрю Не Давай Вместе Проверить Ребята Не проверяйте Лучше Ну давай Надо идти Все равно Проверить Что-то Где-то Стучит Да Мы вперед Ой Блин Кто это Это кто Это кто-то Из своих Быстрей 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 Ломись Давай дверь Открывай Быстрей Ну Чтобы Никто Не залез Чтобы Вот Никто Что Какого Хрена Крис Я Прикололся Ты Приколист Блин Да Вообще Отлично Вот Зачем Так Делать Скажи Тут Столько Всякого Прикольного Старого Хлама Ты Ты Не Представляешь Я Просто Не Мог Удержаться Ты Ты Что Вообще А Ты Ты Был В Курсе Не А Жаль Степ Что Надо Я Готова Признать Что Твой Тупой Розыгрыш Пожалуй Был Смешной Ну Так Чуть Мастер Шута А вот Про шутки Я Ничего Не Говорила Твой Розыгрыш Тупой Скажи Честно Ты Насмерть Перепугалась А вот И Нет Ну Пустила Ведь Штаны Джордж Новые Шмотки У него Ладно Ладно Ты хоть Доску Нашел А вот Наш Пропуск В мир Духом Знаете Что Нет Нет На сегодня Хватит С меня Кошмаров Предсказываю Себе горячую Ванну Прямо Сейчас А вы Развлекайтесь О Кстати Берегитесь Джоша Он Приколейся Хорошо Ванна еще Не набралась Там воды Нет Горячей Еще Не нагрелась Так Опять У психолога И почему То у него Окно Заколочено Странный Какой-то Психолог Психотерапевт Как ты Относишься К людям Которые Боятся Одиночества Разделяешь Этот страх Вот как Знаешь Ведь судя По твоей игре Этого Никак Не скажешь Куда пошел То Вернись Теперь Давай Подробнее Рассмотрим Твое Отношение К другим Людям Какие Качества Ты ценишь Себе И В других Что тебе Важнее Найти В друзьях Преданность Или Честность Наверное Честность То есть Ты не станешь Лгать Даже Если Это будет Грозить Твоему Другу Проблемами А если Честность Против Доброты Честность Против Доброты Ну Пусть Доброта Будет Давай Дальше Надо же Какой Добрый Человек Как Мило Всем Спасибо За просмотр Поставьте Лайк Видео И Подпишитесь На канал Всем Удачи Всем Пока Продолжение следует